Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша и информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Новичок-тяжеловес. С конвейера сошел первый комбайн. Месяц белой ромашки. Студентов ЧГУ обследовали с помощью цифрового кабинета флюорографии. И с малых лет к большим достижениям. Как тренируются самые юные в Чуваше футболисты. Чуваша завершила 2013 год в условиях положительной динамики роста по отдельным направлениям развития экономики. Исполнение бюджета прошлого года обсудили на заседании кабинета министров республики. Отличительной чертой республиканского бюджета Чувашской республики из года в год является его социальная ориентированность. 2013 не стал исключением. Около 70% всех средств израсходовано на социально-культурную сферу. Но, несмотря на увеличение социальных затрат, государственный долг Чувашской республики снизился, а доходы возросли. Консолидированный бюджет Чувашской республики за 2013 год по доходам исполнен в объеме 43 миллиарда 79 миллионов рублей. Или на 100% к годовым планам назначениям. Рост к уровню 2012 года составляет 7,4%. По собственным доходам поступление доходов составляет 27 миллиардов 922 миллиона рублей. Рост на 9,2%. Глава Чуваши обратил внимание, что часть средств, поступивших из федерального бюджета на различные проекты, в 2013 году осталась неосвоенной. И дал указание непременно вернуть эти деньги в республиканский бюджет и израсходовать по назначению. Также на заседании правительства обсудили вопрос развития общественной инфраструктуры муниципалитетов. Комсомольский район, как победитель конкурса на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики, получит поддержку из республиканского бюджета в сумме 10 миллионов. Предусмотрены средства на гранты по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, культурно-исторических памятников, а также национальных традиций народного промысла и ремесла. Их также распределят по итогам конкурса среди муниципалитетов. Сегодня сошел с конвейера первый Чувашский комбайн. В честь этого на заводе «Промтрактор», на котором сейчас базируется производство, устроили торжественную церемонию. Мощность новой машины приехали оценить главы районов и солидная делегация Министерства промышленности и торговли. Дмитрий Ковалев продолжит тему. После переезда из Красноярска в столицу Чувашии конвейер заработал на полную мощность. В Чебоксары перевезли более 700 станков, были закуплены и современные линии. Осваивать новое производство местным специалистам помогали комбайностроители из Сибири. На новом конвейере собирает уже хорошо раскрученный бренд. Агромаш 4000 – это модернизированная модель. Бортовой компьютер, кондиционер, мощность двигателя – 250 лошадиных сил. На этом заводе планируют производить более 2000 комбайнов в год, но только если на них будет спрос. Порой, покупая импортные комбайны, и бывают такие случаи, что проставить неделями, месяцами техника. Вот этого, конечно, быть не должно. И то, что здесь будет рядом все это находиться, это большой плюс для сельхозтовопроизводителей. По прогнозам, должны вырасти и объемы продаж российской техники, и экспортные поставки за рубеж. Аргумент наших производителей – цена. Чебоксарский комбайн стоит дешевле 4 миллионов рублей. Агрария, в которой делают ставку на современную технику, власти поддерживают и выделяют субсидии. Субсидии на процентные ставки на сегодняшний день производятся как за счет федерального бюджета, так и за счет региональных бюджетов. Отдельные регионы выделяют еще безвозмездные субсидии на приобретение техники. У нас тоже данный вопрос обсуждается, потому что депутаты государственного совета, сельхозорганизации ставили эти вопросы. Мы просчитаем, какой объем средств надо будет для того, чтобы наши сельхозорганизации, наши крестьянские фермерские хозяйства приобрели эти комбайны. От факта будем, соответственно, просчитывать. Еще хотел бы отметить отдельное поручение представителям правительства, которое было 11 марта в городе Ростове-на-Дону, дано соответствующим федеральным органам исполнительной власти, а также госкомпаниям, компаниям с госучастием, развернуть масштабные поддержки сельхозмашиностроителей. В частности, речь идет о Росагролизинге, Сбербанк-лизинге, веб-лизинге. Это те новые формы поддержки спроса на продукции сельхозмашиностроения, которые мы обязаны реализовать с использованием участия государства. Первый чувашский комбайн отправится в Урнарский район. Моевым крещением новой машины станет посевная. Митрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Республики встретился сегодня с начальником Приволжского регионального центра МЧС России Игорем Паншиным. Они обсудили итоги комплексной проверки системы гражданской обороны Чуваши. Игорь Паншин отметил, что поручение президента России по инвентаризации убежищ, развитию Республиканской противопожарной службы и обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной сферы должны выполняться досконально и в срок. Знаете, что в 2010 году какие лесные пожары были, как мы страдали. Последние годы ситуация у нас улучшилась, оснастили наши службы. Ибо на лесные пожары вообще в одно время внимания мы не обращали. То есть по факту мы убедились, что нельзя на самотек оставлять эти вопросы. Не может уехать комиссия с чистым листом. Но на сегодняшний день мы обсудили все эти проблемные вопросы, наметили планы, как нам двигаться в дальнейшем на ближайшие пять лет. И я хочу сказать, что Республика находится на достойном месте. В масштабах не только Приволжского федерального округа, но и в целом всей страны. До завершения отопительного сезона остается месяц небольшим. Коммунальщики готовятся начать ремонтные работы. Впрочем, в отдельных случаях ремонтом дело не ограничится. Необходима реконструкция. Какие задачи ставит перед собой новое руководство Шумерли? Об этом в нашем выпуске. В течение многих лет Шумерли – отрицательный пример для коммунальщиков всей республики. Смотрите, так работать нельзя. Хотя большинство жителей исправно платят по счетам управляющих компаний, качество услуг все ниже и ниже, а долги все больше и больше. Несколько целевых траншей из бюджета республики, поступившие на покрытие затрат коммунальщиков, положение не исправили. Новые власти Шумерли решили взяться за дело комплексно. Ряд вопросов у нас уже сняты с повестки дня. Однако существуют такие моменты, которые позволяют приглашать специалистов из республики по системе ЖКХ. И мы ключевые моменты уже обозначим в рамках реализации и устранения причин и условий в апреле месяце с ведущими специалистами в сфере ЖКХ республики. Конкретно мы намерены провести работы, это отключать систему отопления, приводить их в соответствие ГОСТа. И таким образом мы планируем еще в апреле-май начать строительство трех блочно-модульных котельных с отводом сетей. И в проекте на сентябрь-октябрь еще шесть модульных котельных, что бы позволило существенно изменить всю систему ЖКХ и подход к этой работе согласно новым инновационным вещам, которые у нас на сегодняшний день требуют со стороны главы республики и всего правительства по поддержанию всей системы жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе. А вот чем шумерли могут гордиться, обеспеченность местами в детских садах детей от полутора лет выросла до 93%. С введением в строй детсада «Рябинушка», который на днях получил лицензию после реконструкции, проблема потеряла свою остроту. В очереди остались 311 маленьких шумерлинцев, но получение путевок для них вопрос времени. Места освободятся летом, когда подготовишки пойдут в школу. В Чувашии проходит месячник «Белая ромашка», который стартовал 24 марта в день борьбы с туберкулезом. Сегодня цифровой кабинет флюорографии приехал обследовать студентов и преподавателей ЧГУ. Туберкулез давно перестал быть болезнью бедных. Сегодня это заболевание относится к социально значимым. Ущерб, причиняемым им не только больному, но и всему обществу, очень велик. Как правило, туберкулез поражает взрослое трудоспособное население. Следовательно, это не только оплата больничных листов, но и выпадающие доходы и несостоявшиеся карьеры. Поэтому важно выявить болезнь на ранних стадиях. Пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию специалиста сразу и почти без очередей можно в мобильном кабинете флюорографии. Уже третий день студенты и сотрудники ЧГУ пользуются этой возможностью. Посещение хорошее. Студенты и сотрудники относятся к этому делу очень ответственно. Мы сразу же начали расклеивать объявления, раздаем флайеры на улице по поводу этого немаловажного мероприятия. И, как и я, как и многие из моих знакомых, сделали флюорографическое исследование. Впрочем, мы делаем это каждый год. Для того, чтобы сделать флюорографию в этом медицинском авто, не нужно направлений и других бумажек. Достаточно паспорта и медицинского полиса. В день здесь обследуется по 200-250 человек. На территории ЧГУ будет работать по 28 марта. А затем 29 марта машина наша флюорографическая выйдет в поселок Лапсары. И через неделю будет работать в поселке Чандрово. Ксения Кравчук, Сергей Рябчиков, Республика. Снег в столице Чувашии почти сошел. С 1 апреля город начнут приводить в порядок после зимы. В ЧГУ стартует санитарно-экологический месячник. С 1 апреля по 17 мая столицу не только очистят от мусора, скопившегося за зиму, но и озеленят. Планируется высадить 9 тысяч деревьев и 19,5 тысяч кустарников. В план озеленения уже включены улицы Соколова, Ильенко, Ермолаева и Дементьева. Ну а тем деревьям, которые уже растут, оформят крону. Кстати, уборкой и посадкой деревьев займутся не только работники ЖКХ. В администрации Чебоксар планируют привлечь как можно больше предприятий и организаций. Затем в городе начнут высаживать цветы. В этом году площадь чебоксарских цветников составит более 21 тысячи квадратных метров. На городских клумбах будут красоваться более 20 наименований цветов. К примеру, бегонии, петуньи и бархатцы. Как и в прошлые годы, украшение города не обойдется без объемных цветочных композиций. Маленькие надежды большого спорта живут в Чебоксарах. Будущим футболистам сейчас от 3,5 до 5 лет они уже владеют первыми науками игры и мечтают стать профессионалами. Познакомиться с мини-спортсменами и посмотреть, как они ведут мяч удалось нашему корреспонденту Ольге Алексеевой. От той фишки идем туда. Оттуда даем мне пас. Я там буду стоять. Ем поворотом. Потом берем мячик, обводим вон те фишки. Пока вся страна ломает головы, как поднять престиж и, главное, профессионализм российского футбола, Александр Кузин вносит свой склад в большое дело. Идея создать секцию футбола возникла давно, но реализовывать ее он начал с осени прошлого года. Это единственное место в Чебоксарах, где занимаются с малышами от 3,5 лет и, кстати, абсолютно бесплатно. В Европе с детьми вплотную, очень плотно. Занимаются уже с 4 лет. Они просто каждый день фактически тренируются. То есть я не хочу заявить о том, что я делаю такой же масштаб. Мы сейчас пока только начинаем. Отрабатываем программу, отрабатываем упражнения, которые они смогут выполнять. Понимаем психологию ребенка. Вместе учимся, но к этому стремимся. Любовь Александра к детям взаимна. Ребятишки ждут тренировки с нетерпением. Чтобы улучшить свой результат, занимаются дома, говорят родители. Таких вот секций как-то не хватает у нас. И в России, да и в Чувашии вообще. Потому что надо детей с раннего детства приучать к спорту. Удержать внимание малышей непросто, рассказывает Александр. Поэтому занятия довольно активные. Каждое упражнение длится не более пяти минут. А, да мы тут занимаемся. Еще футбол идем. Футбол мне нравится. Я хочу стать футболистом. Футбол для мини-спортсменов проводится два раза в неделю. По четвергам дети занимаются самостоятельно. По субботам с родителями. Набор в группу пока не ограничен. Ведь дефицит хороших футболистов в России в последние годы ощущается особенно остро. Ольга Алексеева, Антон Вовк, Республика. Почему деньги лучше вкладывать в золото? Региональная бизнес-премия и ее номинант. Об этом и не только. Вы узнаете сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Сто компаний, десять экспертов и двадцать номинаций. Все это региональная бизнес-премия 2014. Это абсолютно новый проект для Поволжья, призванный выделить самые успешные компании и определить высокие стандарты клиентского сервиса. Незаменимую поддержку в организации проекта оказала группа компаний Телетрейд. Региональная бизнес-премия – это, пожалуй, первая возможность оценить свою значимость в деловых кругах в нашем Поволжском регионе. Группа компании Телетрейд уже многие годы является лауреатом таких премий, как компания Года, лучший брокер в России и лучший брокер в Европе. Поэтому мы очень хорошо знаем, что такое высокие стандарты клиентского сервиса и являемся генеральными партнерами региональной бизнес-премии. В рамках региональной конференции в Чубаксарах было подписано соглашение о международном сотрудничестве между Департаментом развития инвестиционных направлений Поволжского региона и трейдерами Европейского союза компании Телетрейд. Это большой и правильный шаг в сторону развития инвестиционного бизнеса в Чувашии, отметили организаторы. Кроме этого, на встрече чебаксарцам объяснили, почему деньги нужно вкладывать в золото. Это на текущий момент один из самых подвижных и перспективных инструментов для развития, то есть для заработка на рынках, то есть сложившаяся ситуация, которая сейчас находится в мире, то есть политическая и экономическая ситуация, дает наибольшие перспективы для роста золота. По вопросам вложения в золото обращайтесь в офис компании Телетрейд по адресу улица Гагарина, 55, деловой центр Палладиум, 5 этаж, офис 502 или по телефонам 374400 и 374411. Поддержать бизнесмена в Чувашии отважился и журнал «Выбирай». Журнал «Выбирай» – организатор региональной бизнес-премии. Премия придумана для того, чтобы поддержать бизнес в нашей Чувашской республике. Наш генеральный партнер Телетрейд присоединился к нам и оказывает нам большую, огромную поддержку. Премия направлена для развития бизнеса в республике и для улучшения услуг и качества его деятельности. Приглашаем 18 апреля в клуб «Ренессанс», где мы узнаем итоги премии, вручим денежные призы лучшим и просмотрим грандиозный шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова